Это была моя жизнь. Я был молчаном, мне больше было проще даже это изобразить, чем рассказать. И я подумал, сказал так, что если я буду еще жить, то я буду картины писать, наверное, чтобы люди смотрели и лучше становились. Им лучше было, чтобы они знали его. Ну, как-то так. И он и без того хороший, а здесь еще лучше стал. Еще добрее смотрел. Хотя добрее еще было представить невозможно. Но я, вот пока здесь мы молились, сейчас подставили Бога, я вспомнил такую вещь интересную. Малый эпизод, где я говорил об этом эпизоде, но у меня он очень сильно внутри запал тогда, потом. Первые месяцы после возвращения снова на землю, мне было очень сложно. Проще было вернуться в тело. Сложнее было снова научиться жить без Бога. Ну, в смысле жить вот-вот. В том смысле, что устранен от него. Ты не видишь его. Я ревел. Я вообще не был никогда плакцей. Нас учили так, что нельзя мальчику плакать. Вот, значит, и у нас бабай был. Мой дедушка Гали Ахмед, он был очень строгий такой. Он у нас всех мальчиков обрезал, значит, там. И он был очень такой, вообще очень строгий такой, значит. И он, значит, хотя по-русски он только одно слово хорошее знал. Не хорошее, а в смысле одно слово хорошо знал. Собака. Когда там муху какую-то в голову. Собака. Без акцента при том. Вот. А так, значит, с ним только по-татарски можно было говорить. Ну, он, знаете ли, он считал, на самом деле, Гали Ахмед, что он, значит, мой дедушка, что он, значит, мальчик, он не должен никогда плакать вообще. То есть, вообще, вообще, все. Что бы ни было бы. И даже когда там у меня рука была разодрана, сыпали солью, значит, вся рука была разодрана, лезли ему, так получилось. Вот, значит, и, ну, там, травмировался. Вот. И, значит, и сыпали солью, значит, всю руку засыпали, заматывали тряпкой. Вот, значит, и ни слезинки нельзя было проронить просто. И вот, когда дедушка мой увидел это Гали Ахмед, он зауважал. Вот, как бы, и с тех пор, хотя я еще был маленький, там только с 13 лет можно было попасть в круг взрослого общения, но он меня брал все время вот с собой, вот, на это чаепитие, как бы, со взрослыми. Вот, значит, ну, понимаете ли, а здесь я был ревый, я плакал, знаете ли, я плакал, но плакал, знаете, от чего, мне очень хотелось ему еще раз в глаза посмотреть, хотя бы секундочку, думаю, в глаза посмотреть. Я не мог без этого просто жить, мне было очень тяжело. Как? Я был даже готов на такое, знаете ли, думаю, мне-то раз повезло, думаю, значит, ну, я же вернулся, я так понимал, мозгов хватало понимать, что это, как бы, нетипично, обычно не возвращаются оттуда. Но я был готов еще раз рискнуть даже, думаю, объем со специально мороженого, там, простые, ну, так вот, хорошо, значит, заболею, вот, помру, как бы, значит, ну, и он раз вернул, может быть, еще раз вернет. Но я был даже готов для того, чтобы даже, если будет безвозвратно, мало ли, в один билет, билет в один конец, в другой, но даже был готов рискнуть на это уже, вот, но, слава богу, до этого не дошло у меня, не дошло, потому что буквально, как только эта мысль, шальная уже так, у меня уже, уже не оставляла меня в том дне. Той же ночью мне приснился сон, во сне был бог, я его не видел, но я его очень четко ощущал, вот, и, значит, в этом сне он присутствовал во всем, фактически, в этом сне, во всех деталях этого сна, и это было очевидно. И в этом сне я научился разговаривать с ним, не выходя из тела, можно с ним разговаривать, без экстрима, не объедаясь мороженым, вот, вот, просто, вот, действительно, вот, знаете ли, просто разговаривая, как будто бы это игра, вот, я попробовал, я вот до сих пор играю. Мне эта игра очень понравилась, я втянулся в эту игру, значит, и я знаю, что это великое и очень, не знаю, самое-самое-самое великое дело в жизни человека, вот, и пусть бог вас всех благоставит играть таким образом, общайтесь с ним. Знаете, это, во сне там я увидел, это была как игра, его не было видно, вот, так вот, воочию, да, но он там присутствовал, и такая была, как бы, ширмочка, не ширмочка, вот, и там дети были какие-то, и они разговаривали с ним, вот, рассказывая, он и так все это видел, но, как бы, ну, мне тогда было странно даже, он и так все это видел ведь, но они ему все пересказывали, рассказывали, и очень интересно все получалось. И ему это нравилось, и детям это нравилось, и я тоже во сне пробовал так это рассказать, поплакаться в жрет, как говорится, вот, а когда проснулся, попробовал уже наяву все это сделать. Вот, я понимаю, что, конечно, молитва бывает очень разная, вот, обращение к Богу бывает очень-очень разное, вот, но самое простое слово, чтобы описать слово молитва, это общение, общение с ним, обращение, вот, и дух святой, который поселяется в человеке, он уже взывает не просто, даже, отче, да, именно Абба, Абба, знаете, да, уже, наверное, да, Абба, это слово еврейское, ну, очень популярное, была такая, группа такая была, Абба, да, популярная. Вот, значит, вообще, Абба, по-еврейски, это, значит, папочка, папуленька, папенька. И это, даже отцом назвать его, и то порой у многих людей верующих не поднимается язык, просто не шевелится язык. Я, вот, с братьями сами общался, допустим, двоюродами, вот, которые, ну, мусульманами такими, сейчас стали такими религиозными. Общаюсь с родственниками, и у Рината Гастилка, да, вот, в Казани тоже, знаете ли, хорошие братья, хорошие очень люди, гостеприимные, хлебосольные такие, ну, как бы, да, и когда вопрос о религии поднимается, то, я говорю, знаете, вот, говорю, братья, говорю, в Коране 99 имен Бога, вот, они знают, да, Коран читают уже, вот, и, говорю, в Библии эти имена, они все есть, я могу их назвать так же, из Библии, процитировать вам. Но, говорю, в Библии есть одно еще, которого, вот, на мой взгляд, не достает как раз именно вот вам. А какое это имя? Отец. Отец. Наоборот, там даже в Коране, в одном из аятов, там говорится, отцом для смертного не называй его. И, знаете ли, ну, в одном из переводов, в другом переводе по-другому, но, в принципе, об одном и том же идет речь, что, вот, смертный человек, вот, Бог, и его нельзя называть отцом своим. Одна мусульманка бывшая написала свидетельство свое, она его озаглавила, я осмелилась назвать его своим отцом. Мне очень понравилось ее слово, очень понравилось ее свидетельство. Я тоже дал многим очень своим друзьям, чеченцам, дагестанцам, значит, почитать. И некоторые из них потом благодарили меня, хотя они остались у себя в мечети, но очень благодарили за вот то, что есть понимание теперь у них христианства другого. Не как религии пьяниц и тунеядцев, непочитателей родителей и прочее, а как именно веры живой, которая действительно строится на личных отношениях с Богом, как со своим отцом. Потому что это было для многих из них просто темой закрытой и непонятной совершенно. Слава Богу, благодарю Богу за это. И, дамы и господа, братья и сестры, таинство досовершается. Христос в нас, упование и славы. И Христа принимаем мы верой, размышляем о Нем. Мы люди разумные. Когда мы размышляем о Нем, думаем о Нем, интересно, происходит вот эта просолка. Христос, Он проникает внутрь нас. Многие, к сожалению, сегодня христиане порой относятся к этому как к разовым переживаниям. Вот однажды произнес волшебную такую молитву, как бы, да, вот и все. Принял Христа как Спасителя. Но в действительности здесь пропитка, это процесс. Это не просто раз произнести и потом для галочки где-то обозначить, что я вот спасен такого-то числа. Вот, ну спасен. Я так рассуждаю по поводу тех огурцов, вот пример, иллюстрация хорошая очень. Вот, это как будто вот оторвался с грядки, да, и попало вот в эту катку. Ну хорошо, ну а дальше весь процесс. Самое-то интересное потом, начинается-то как раз, да, самое интересное. А, кстати, Рик Реннер об этом, кстати, очень-очень интересно, что не только для соления огурцов и овощей и прочих использовалось слово «баптизо», а еще и для обозначения прокраски тканей. И вот когда ткань прокрашивалась так, по-настоящему, хорошо, что никакая стирка уже не была страшна, ни кипячей, ни ничего, ни полоскали никакие, и цвет оставался таким же ярким, насыщенным. Вот тогда ихняя греческая ОТК, как говорила, «баптизо», значит, по-настоящему, по-правдушному прокрашенная ткань с качеством. И даже столетия не страшны вот такой прокраски. И пусть Господь прокрасит нас, и мы прокрасимся, я так рассуждаю, раньше был пурпур, а сейчас мы чем прокрашимся? Кровью Иисуса Христа. Потому что самое печальное, что можно в христианстве, это без крови Христа, обескровленная церковь, это уже как фактически почти смерть, труп. Когда потеря крови, то наступает момент смерти от потери крови. Но тело Иисуса Христа, оно живет лишь кровью Иисуса Христа. Только лишь в крови. И поэтому, когда каким-либо учением, каким-либо, не знаю, традицией какой-либо, вот кровь в сторону уходит, да, как бы проистекает, да, то печальное зрелище. И жизнь каждого из нас, да, будет наполнена, пропитана кровью Божественной Иисуса Христа. Это великая честь. А вот к этому слову, в 2003 году это откровение получил я через происшествие. Воскресение из мертвых, которое первый раз в моей жизни, то есть, ну, не я воскрес уже, а мальчик воскрес, которого я сбил. Я был за рулем машины, и было ДТП. Это было еще перед Пасхой даже, 2003 года. И, значит, за неделю до Пасхи. И, значит, так получилось. Жена была со мной, дети, тогда пятеро детей наших. И, вот, было ДТП это. Я никогда, с собой за рулем, никогда не попадал вообще, слава Богу, по милости Господней, никакие происшествия серьезные. Вот, значит, а здесь вот в моей жизни было страшно ДТП. Значит, я сбил подростка, школьника на мотоцикле, который выехал покататься. Ну, понятно, без прав. Они сами, ребята, это потом уже у следователей все узналось там в кабинете уже. Потом детали все эти узнал я в милиции, значит. И, значит, они собрали мотоцикл и вот гоняли на мотоциклах этих. И вот в тот день этот парень, старшеклассник, он там с уроков сбежал, одним словом, со школы. Ну, а не только он, там другие еще ребята. И они с разных сел, получается, съезжались на мопедах, на мотоциклах разных в одно село, чтобы потом гонять весь день. И вот, значит, и этот мальчик, он вот выехал из одного села в другое село, вот через, пересекая трассу, вот. И я пытался избежать столкновения, но было уже невозможно. Две тонны на скорости внедорожник, ну, мало не покажется. И, в общем-то, шансов у пацана было никаких. И когда я выбежал на дорогу, удостоверился, что жена цела, дети целы, выскочил на дорогу, вот это зрелище, вот мотоцикл, там, не подлежавший потом, как сказали милиционеру, восстановлению. Вот, значит, мальчик, железо-то железо, а вот душа в крови. И мальчик на дороге валялся. Никогда на мне не было крови человека до того дня. Вот, и это очень страшное переживание. У меня было, знаете, это вот, как будто бы какой-то сон страшный, или как будто бы фильм про кого-то показывает, но не про меня. Как будто это не во мне. Вот, но с первых же вот этих секунд, когда вот был возле мальчика, то я был в таком дорожном подряснике своем, таком, знаете ли, я просто вопил к Богу, просто орал к Богу. Не знаю, наверное, харизматом стал такой. Там, я просто реально кричал там к Богу, значит, и протестовал. Не знаю, я протестантом тоже стал там на дороге точно. Потому что я протестовал против смерти. Это я точно помню. Мне казалось четко, ну не то, что казалось, вообще, я был убежден, что это не его день. Это ненормально, это не его час вообще. И он был похож на моего сына. Было ужасно, конечно, все это. И Бог помиловал. И этого мальчика помиловал, и меня помиловал. И мальчика жил, воскрес. Он стал двигаться, шевелиться, потом стал садиться на асфальте. У меня тут же, знаете, как у того еврея. Верю, Господи, помоги моему, не верю. Может быть, не было смерти, может быть, просто так, ну, обморок такой. Хотя, знаете ли, думаю, за годы служения уже могу отличить обморочное состояние от уже трупа. Но мысли такие, как бы. Но было не до мысли, честно говоря, потому что там, значит, я вообще крови боюсь так по жизни, значит. А здесь, значит, у него голова была, как вот переспелый арбуз, трескается, разошлась там. Крест, кости эти разошлись, и там мякоть, а там мозги эти были видны. Вот. И, ну, я ему придерживал, вынужден был придерживать эти косточки. Вот. Я боялся, что, как бы, дальше разойдется, там, выводится на него. Ну, я потом держал его. А он еще разными руками весит туда. Думаю, не на бог, что мозги почешет. Вот, значит, ты, как бы, значит, и... Ну, видимо, чесалось у него там все. Вот. Я ему держал, значит, эту голову. Вот. И, значит, и... Ну, извиняюсь за подробности, как бы, значит, я вообще такой человек впечатлительный, вообще. Вот. Художник. Вот. Меня мама в медицину, значит, направляла, а я, значит, понял после первых встреч, что это не мое совсем вообще. Я там сам буду в уморок падать. Вот. И, значит, ну, дети пошли мои по этим стезям. А я не... Ну, по крайней мере, значит, держал я эти косточки. Это череп, расшедшийся. Значит, и скоро помощь приехала. А там у него... Ну, в этой машине... Ну, знаете, я думал, такое в юморесках. У юмористов такое бывает. Оказывается, в реальной жизни бывает хуже, чем у юмористов. Из медикаментов – одни носилки. Вот реально. Вот, как бы, значит... Я думал, только такое в юмористове бывает вообще. Вот в реальной жизни такое бывает, оказывается. Вот. Ну, понятно, это село, значит, понятно, это, значит, там, райцентр, но не до такой же степени. Вот, значит, и его погрузили, мальчика. Врач лишь одну фразу там бросил мне, что мы его не довезем. Как бы, ну, как бы... Незавестимый с жизнью, так сказать. Ну, ладно. Но я не спорил с ним, но я понимал, что раз его Бог сейчас поднял, не за тем, чтобы он по дороге скончался. Ну, не в тот день точно. Он будет жить. Какой-никакой, думаю, поломанный, но живой, по крайней мере. Вот. Вот, значит, жена осталась с детьми в машине, там, я, значит, вышел там в посадку, помолиться. Ну, молюсь о его, как бы, здоровье, о его исцелении. Ну, как бывает, знаете, вот молишься, да, и вот на сухую, уже ты сам молишься. А Дух Святой уже в сторонах стоит уже. Вот, здесь то же самое. Я молюсь, а вот не молится. На сухую пробовал несколько раз молиться, но не идет. Ну, думаю, ну, ладно, как бы, что ж я... Ну, не люблю так сам и себе молиться, без Бога. Вот, значит, и, значит, ну, думаю, наверное, уже... Как бы уже решено все там с его здоровьем. Вот, я просто стал благодарить Бога, молиться за все, и... Вот. Но я не знал, что до такой степени все хорошо с ним было. Вот. А с ним было все хорошо, оказывается. Вот за тех 10-15 минут, что везли его с места ДТП до этого королевца, этого райцентра, то, значит, он был полностью исцелен. Полностью. Знаете ли, врач скорой помощи следователю в моем присутствии сказал такие слова. Это как чертовщина какая-то. Вначале он стал говорить, что он неверующий. Думаю, к чему бы это вообще, значит, я так сижу, значит, но я себя не видел со стороны. Я, наверное, очень глупо выглядел. Но следователь выглядел вообще очень, очень глупо. Значит, знаете ли, он был ошарашен тоже всем этим. Врач ему говорит, что он неверующий. Потом говорит, это чертовщина какая-то. Потом говорит, это не была галлюцинация массовая, как бы, да, это не могло всем показаться. Тем более, что кровь осталась свидетельством, что все это было на самом деле. Проверяли мальчика кровь, ничья-то кровь. Именно его это была кровь. Но каким-то образом, значит, там голова, значит, раскрылась, значит, там, значит, кровь вытекла, закрылась. Все получается за тех 10-15 минут. То есть погрузили его за головой, значит, как арбуз переспелый, раскрытый, значит, мозги были видны. А уже выгрузили через 10-15 минут, все было чисто, никакого, даже, ему когда кровь смыли, ни царапинки, ни синячка, они нашли ничегошеньки. То есть бесшовное срастание, и кости, потом снимки делали, и кость срослась бесшовная, и, значит, не было никаких там ничего, и даже кожа срослась, как будто бы никогда не рвалась она вообще. И не было ни синяка, ни царапинки, ничегошеньки. Поэтому врач говорит, это чертовщина какая-то. Но, как говорится, дальше в лес злее партизаны. Там было такое дальше, что вообще, там, хирург был вообще, он, хирург-атеистом таким был, я потом все подробности узнал уже. Я у них там потом был, там, в этом городке проповедовал через несколько лет после того. Вот, и, к сожалению, этот атеист-хирург уже умер, но в тот день для него это было свидетельством. Надеюсь, что все-таки оно подействовало на него, и, может быть, перед смертью он таки призвал Господа в свою жизнь. В тот день он видел чудо. Представьте, мальчика его, этого докола, раздевали, осматривали. Одежду показывало явно, что он был привезен с ДТП, и должны быть повреждения на теле. Но он описывал так, как будто бы его по дороге переодели в другую одежду, в чужую одежду. Потому что под одеждой не было никаких следов повреждений. Он не видел, там, конечно же, головы вскрытой. Вот это со слов он только лишь мог услышать, со слов врача скорой помощи. Но он видел то, что он видел. А почему он был в таком, вообще в трансе таком даже, в каком-то? Знаете ли, он по ходу, не только же внешний осмотр, да, а еще и с ним, с мальчиком пытались разговаривать, чтобы проверить, как он в состоянии вообще. Мало ли там, что с головой ударился. Вот, значит, и он отвечал, мальчик, адекватно, на все вопросы, как бы все правильно отвечал. Вот. И по ходу этот хирург мальчика вдруг узнает, да. И мальчик подтверждает, да, это я. Этот мальчик, оказывается, у них лежал уже в хирургии. Лежал с переломом когда-то. Значит, было связано с мотоциклом, там, с падением у него, опять-таки. Ну, явно не его транспортное средство. Знаете, значит, вот так. Значит, и в тот раз зажил у него все хорошо, с первого раза, все прочее. Но, когда дошло дело до этих снимков, делали снимки ему. И уж проверяли не только внешний осмотр, делали снимки все эти, проверяли его. И кости проверяли, органы. Вот. На снимках не было следов не только от новых переломов, но следа от старого перелома тоже не было. Потом делали повторно, тем же, ну, уже вечером, уже поздно, сделали еще снимки. Другие были врачи, уже с теми я уже не знакомился. Но вторые снимки показали то же самое, что он полностью исцелен. И следы не только от новых переломов исчезли, бесследно куда-то, да, но и след от старого перелома исчез. И вот в моем присутствии врач говорил следователю, что в кабинете там милиции, что он ищет, что не бывает бесшовного срастания, как бы, как бы, кости. Должен быть след от старого перелома обязательно, не бывает бесшовного. Но, вот, как говорится, невероятно, очевидно, но невероятно. Много было другого еще удивительного, конечно, но самое удивительное было в тот день еще следующее. Мы возвращались домой уже и ехали не спеша, тем более, что, избегая столкновений, я, значит, там, немного с машиной повредил. Значит, и, знаете, когда я ехал обратно, я слышал голос. Знаете, я не псих, не слышал голосов. Вот, значит, и, хотя, как и миллионы-миллионы верующих, я могу говорить, конечно, что Бог говорит мою жизнь. Вот, и это происходит по-разному, конечно же, да, это огромная тема такая. Вот, иногда это бывает даже так вот, как вот, как будто бы мысль такая приходит. Вот, но я понимаю, что это не я, это его мысль, это его слово. Оно тихо, как будто бы внутри, как будто бы и вне, но больше внутри, как бы. И это непередаваемо. Иногда во сне бывает такое, иногда в яве бывает такое. Вот, и это потрясающе, конечно, это удивительное переживание. Но в тот день я слышал голос своими ушами, я слышал его громко. Как будто бы в машине резко включили громкую музыку. Поэтому я знал, ну, я был убежден, что жена все это слышит тоже, конечно же. Каково же было мое удивление на другой день узнать, что жена ничего не слышала, оказывается. Я один, который лишь слышал. Хотя это было очень громко. Я думал, далеко за машиной все это слышно. Этот голос задал мне три раза один и тот же вопрос. Он спросил меня, ты это видел? Я не мог ничего ему сказать в ответ. Ничего. Я, ну, пытался что-то, да, Господи, но ничего. И представляете, третий раз, когда он меня спросил, то же самое, видел я это все, да. Тот же самый голос сказал так же громко, вот так будет и с церковью. И все. И вот откуда пришел, куда ушел, вот сколько лет прошло, ничего подумал, даже близко не было в моей жизни больше. Вот, но это запомнилось на всю жизнь. И самое интересное, вот этот стих из Писания, он стал сам собой. Это не было уже голосом. Это были мои мысли, но это было из Писания. И оно само собой вспоминалось долго очень еще. Всю дорогу, фактически, пока домой не приехали. Значит, я есим воскресенье. Я есим воскресенье. Я есим воскресенье. Десятки раз одно и то же. Одно и то же вспоминалось. Потом еду дальше. Я есим воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. А потом уже вот это. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Вот так вот вспоминалось, таким образом. Да, друзья, после этого, конечно, я, понимаете ли, я, кстати, предыстория этого чуда, она не менее увлекательна, конечно. Бог меня в тот день, мальчик, который воскресил и исцелил физически, меня в тот день он как служителя восстановил. Если так вкратце описать ту ситуацию. Потому что накануне, это было все в пятницу, накануне, в четверг я попрощался с церковью, со служителями нашими. Ну, я оставил служение одним словом, уже официально. Потому что я чувствовал себя полным банкротом вообще. Ну, в жизни каждого служителя бывают, наверное, такие моменты. Но я пережил и предательство, и я не мог себя простить. Вот я скажу так, как пастор, я не мог себя простить. Как я мог не видеть очевидного, как я мог вообще допустить, чтобы в церкви такое произошло вообще. И вот это, я на две недели слег с температуры от этих всех переживаний. И в четверг накануне я вот своим братьям, там, служителям рассказал все. Что я не вижу просто моральности, не то, чтобы Бог расшибся в призвании, но, может, я что-то не так понял просто. И, ну, по крайней мере, я что-то сделаю, ведь в конце концов, я же не просто там дурака валял, я как-то погрудился несколько лет. И, ну, теперь кто-то другой. Что ж. Значит, и, ну, я буду помогать кому-то, но ни в коем разе не лидерам. Даже не домашнего собрания никакого там, не, все. Вот, просто где-то сзади сидеть, в церкви, все. Никаких поручений, ничего. Максимально это только на улице кому-то там могу проповедовать, там, приглашать в церковь, все. Максимально. Вот, значит, но ни в коем разе не лидерские позиции в церкви, никогда. Больше. Я уже зарекся тогда. Вот, они это поняли, они видели мое состояние. И представьте, во время вот этого, и вот пятница началась, да, с утра я проснулся, и я не пастор. Так здорово. Думаю, вот, жизнь мимо проходила вообще. Думаю, вот это да. Думаю, вот точно. Для меня это было как подтверждение, что точно, я не ошибся. Вот, думаю, вот, спасибо Господи. Жена такая послушная, дети такие послушные. Машина с первого раза все согласилась. Вообще, я переживал там накануне, там, как раз там барахлило. Вообще, все, все слушается, все хорошо, солнце, прекрасная дорога, гаишники, честно дают, там, значит, у меня влюбили, батюшка, там, я перепрестил там все, я туда, и что. Все хорошо, знаете, как бы, все хорошо со всех сторон. Значит, и вот, баба, вот это событие. И вот, во время всего этого, в субботу уже, рано утром, и это четко, я проснулся, пастором проснулся, и это классно. Это еще лучше, чем демельские настроения мои, за сутки до того. Вот так вот. И, знаете, вот это чудо. Я еще думал, поначалу думал, это, может, эйфория первых дней. Нет, через там, какие-то месяцы, там, я встречался с теми, кто сделал и мне, и церкви очень плохо, и у меня ничего не екнуло даже. Абсолютно. Я ей благоставил, как будто ничего, как с гуся вода. Вот, как будто ничего не произошло вообще даже. Я думаю, вот это, да, это точно не я. Это точно благодать. Да, после там были другие чудеса, конечно, тоже, и исцеление, и воскрешение из мертвых были. Еще более зрелищные, конечно, чудеса были, воскрешение из мертвых. С мальчиком-то там, это было одно, когда с девочкой, там, когда упала на тринадцатый этаж, значит, прямо на порожке, там, там, не то, что раскрылся, у меня все выглядело вообще оттуда. Вот, значит, и она была в состоянии еще более, ну, страшном, будем так говорить. Через месяц она уже была выписана, ходила в школу, вот, значит, ну, там такие были чудеса другие еще. Проводница в вагоне, тоже, значит, там, из того, что я вот особенно запомнился за эти годы, вот, именно, воскрешение из мертвых тоже было, значит, там, хотя врач констатировал смерть, значит, и начальник поезда, он по этой связи на станцию отменял уже, по словам врача, отменял, значит, реанимационную, вызывал труповозку уже, вот, значит, и проводницы все плачут, и давайте молим, ну, не знаю, не передать, просто вопил к Богу. Все молимся к Богу. Мы не умеем, батюшка, умеете, говорю, умеете. Все умеют, когда прижмет, знаете, вот, Евтушенко правильно писал, в окопах атеистов нет. Там все умеют. Вот так вот. Значит, и, поэтому все отмазки там не умею. Вот, значит, и, знаете, но самое вот чудо вот того дня, в 2003 году, когда подошло, вот, запомнилось вот этим местом писания. Воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь наша. Аминь. Спасибо, да, я уже, извиняюсь, затянул по времени. Вот. Да. Пусть Господь благословит. Я, кстати, когда вот после того случая воскресенья, пусть я в церкви об этом рассказывал, ну, понимаете, да, что уже на служение того дня, как в субботу арендовали помещение тогда, вот, я снова пастор, я проповедую, как будто ничего не было вообще. Но я не мог ни о чем другом проповедовать. Я только это местописание называл. И потом какие-то месяцы я пытался о чем-то другом проповедовать. Не могу. Только об этом проповедовал. И стал говорить людям об этом. У нас до того не было в церкви воскресенье из мертвых, ну, как бы, ну, такого практики, вот, церковной. А здесь началось. То есть не то, что, не только через меня, имею в виду, а через служителей наших и прихожан. Просто люди стали практиковать это. Потому что раньше до того, как бы, ну, честно говоря, я лично не думал об этом. Я думал больше об исцелении больных, вот, как бы, в этом двигался. Ну, а здесь, когда именно зашла речь о воскрешении мертвых, я подумал, ну, в принципе, для Бога, что то, что то, как бы, разницы никакой. Что мертвый воскресить, что больной исцелить. Когда Бог посылал Моисея, то он, значит, дал ему знамения такие для Израиля, да, что посох стал живой змеей. Мертвая материя стала живой. Представьте. А потом прокаженная рука стала очищенной, чистой. То есть Бог может мертвое делать живым, даже несуществующий, как существующий даже. Вот. И может неисцелимо больное делать моментально здоровым. Исцеление от проказа. Я не практиковал подобное еще. Но в нашей церкви уже есть уже случаи. Вы не поверите. В наши дни. Я не думал, что в наши дни существует такая болезнь вообще. Ну, я думал, где-то там, на островах далеких, но, оказывается, есть лепрозорий. Вот. И бабушку отправляли туда. Врачи сами там были немного шокированы. Бабушка из села. Не просто там откуда-то, ладно там, не знаю, откуда-то приехала, там подхватила заразу какую-то. А из села, глубинки. И думали, это просто чесотка какая-то, что-то еще лечили всякими мазями. А потом на обследование. Ха! Ахнули. Лепроза там. Надо ее в лепрозоре отправлять бабушку. У нее нога поражена проказой была. Представляете себе? Вот. Там все шарахались. И так получилось. Привезли в село. Я не знаю, почему привезли ее в село снова. Надо было сразу отправлять ее, по сути, в больницу. Ну, может, думали, что старая такая уже бабушка. Не знаю, что думали эти люди. Доставили ее в село. Но сказали ни с кем не контактировать вообще. И к ее дому никто не подходил. И наш отец Виктор, один из наших священников, когда в этом селе они благовествовали, сказали, что сюда нельзя даже близко подходить. Там бабушка, привезли ее с этой страшной болезнью проказа. Даже сестра не приходит. Никто не приходит. Там что-то оставляют на пороге. Там где-то там. И уходит. И представляете, значит, и Виктор говорит, было побуждение зайти в ее дом. Зашла, ну, группа такая зашла даже в дом. Не побоялись, братья. Виктор был во главе. И они, значит, были шокированы. Бабушка, она прям плакала. Нельзя заходить. Детки говорят, нельзя заходить. Это, ну, болезнь такая. Вот. Мне, говорит, так стало ее жалко, эту бабушку. И подошел, и прямо рукой, своей рукой, там братья были шокированы. Они даже на это не решались. Максимально решились подойти, вот, на пороге постоять этого дома, прокаженного. И у меня было такое побуждение. Прямо рукой, живой рукой, без перчаток, без ничего, просто рукой, прямо на эту заразу положить руку. И молился. А так, ну, поча, поча, поча. Что интересно, потом, ну, Виктор пошел дальше по другим этим домам. Ну, конечно, молва, что он был у той бабки, прокаженной, там шарахались уже от батюшки. Вот, но. На другой день, там, по селу переполох. Бабушка рассказывала, что у нее всю ночь пекло. Вот, вся эта нога, как будто бы, вот, огнем пекло ее. На утро, она спала. Потом уснула. Вот, спала. На утро кожа, как у младенца. Только рубчики остались, свидетельствующие. Потом возили там, значит, и в область. Возили там, и делали, перепроверяли. Не нашли никакой проказы. Все ушло. То есть, я так понимаю, что Господь и сегодня тот же самый. И Он мертвых воскрешает, больных исцеляет. И все это, как говорится, товарищи огурчики. Вот, все это Он совершает, как таинство Бога воплощения. Таинство в нас. Христос наполняет нас собою. Спасибо, Господь, Тебе за все. Спасибо огромное, Боже, за этот день, за Твое блаженное присутствие сейчас здесь. Спасибо за это таинство Бога воплощения. Христос в нас, упование славы. И Ты есть воскресенье. Ты есть жизнь наша. Боже всемогущий, благодарю Тебя за это таинство. Благодарю Тебя, что мы действительно, как в древности, те греки огурцы солили и говорили, Баптизо, на просоленные эти огурчики. Боже, пусть небо воскликнет, глядя на нас. Не малосол, не как-то еще, а скажут, Баптизо. Это просоленные люди. Эти люди имеют соль в себе. Боже святой, благодарю Тебя. И пусть, Господь, пробуждение этого времени, нашего времени, Боже, будет действительно пробуждением вот этого просоленного христианства. Боже, имеющего действительно эту пропитку, как сейчас говорят, эту Баптизо, как говорили в древности, во имя Иисуса Христа. Отец, благослови свой народ миром. Господин виноградника, посети виноградник сей и благослови. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Вейя Салеха Шалом. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призвит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мил. Бешем Иешуа, да нашех, Иешуа Машихейнуму. Во имя у Иисуса Христа Мессии. Бог Авраама Исаака Израиля. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем ложникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и силы и слава. Во веки. Аминь. Отец, и распусти с миром народ свой, с своим шаломом, Боже. И пусть, Господь, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Господь чудесами и знамениями сопровождает проповедь Слова Твоего. Боже, пусть эта просолка, пропитка, Боже, в наших судьбах осуществится. Во славу Твою. Пусть небеса порадуются. Пусть ад трепещет. Пусть земля ликует. Потому что к людям благоволение Твое, Господь. Спасибо Тебе, Боже, за все. Благослови нас. Аминь. Аминь. Аплодисменты Отцу, Сыну и Святому Руду, Бога Нашему. Аминь. Аплодисменты. Хорошо, давайте, Бог, аплодисменты на Тебе. Аминь. А где наши гитаристы? Давай сюда. Давайте еще чуть-чуть просто прям возьмем пару минут, сразу помолимся. Хотел бы прям две минуты сказать вот о пожертвовании. Знаете, это важная часть. Почему? Потому что мы можем... Мы можем через наше пожертвование показывать Бога. Аминь. Знаете, я вам сейчас такую историю одну расскажу. Недавно произошла. Одна сестра, она пишет нам из Ростова. Она очень хочет приехать, приехать на служение. Винкаутер. Она на инвалидной коляске. И когда она мне писала, вы можете нам как-то помочь? Я говорю, конечно, можно. Я думаю, мы вас встретим без проблем. Говорю. Она говорит, я бы хотел... Вы знаете, да, что НКутер платный. Она говорит, я бы хотел оплатить. У меня вот 13-го числа будет пенсия. Я оплачу, можно? Мы так подумали. Я говорю, я не писал. Говорю, давайте мы его за вас заплатим. Знаете, мы как церковь, мы можем делать добрые дела. И это благословение. Когда я написал, это она... Вау! Спасибо за этот подарок от Господа. Понимаете? Каждое наше пожертвование, которое мы благословляем церковь, оно не просто служит для церковных нужд. Я знаю, что Бог он будет обеспечивать. Я знаю Бога, как Сергей говорил, как обеспечителя. Я пережил это. Ты мне ничего не расскажешь, что у тебя нет работы, тебе все плохо. Я точно так же проходил каждый из этих процессов. И я знаю Бога, как обеспечителя. В своей жизни, в жизни церкви. Я вижу, мы ни в чем не нуждаемся. Мы, наоборот, помогаем. Мы делаем ремонт. Мы вкладываем во многие жизни, во многих людей. Мы благословляем не только церкви, но и людей по отдельности, как личности. Поэтому то, что ты делаешь, это благословение. Поверь. Это финансы, которые мы высвобождаем, и мы не держим их. Знаешь, как спрятали? В Библии написано, «Оправли хлеб по водам, чтобы получить». Мне понравился хороший пример Сергея, что Царство Божие, оно совершенно другое. Там ты отдаешь и получаешь. Это реально принцип Божий. Я так подумал, а если я забираю, то есть я начал размышлять, ну, слушай, действительно, интересно, значит, надо больше отдавать. Аминь. Помните, Иисус об этом учил? Он говорил, блаженны дающие, блаженны люди, которые дают. Поэтому давайте сейчас поклонимся и во время поклонения просто благословим церковь, чтобы не призывать, из этого не делать никакого ритуала. Просто это будет как наше пожертвование. Слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. Аллалюя. Аллалюя. Знаете, Павел говорит, что когда вы жертвуете, не делайте это с огорчением. Аминь. Такая жертва не нужна. Когда ты огорчаешься, лучше себя оставь тогда и не огорчайся, ты радостный. Только ты звучит. Давайте еще поглянемся. Нет. Только ты звучит мне. Только одно пою. Тебе все славы. Давайте возвыси, только она с одной. Звучит во мне. Скажи, так святая, пропитай мне полностью. Только одно пою. Скажи, так святая, дай мне быть настоящим. Только ты звучит во мне. Дай мне быть настоящим. Только одно пою. Тебе все слава, Тебе, Иисус. Святой. Святой. Господь. Святой. Господь, слава Тебе. Святой. Бог всемогущий. Все славы Тебе, что поглоняемся, превозносим Тебя. Святой. Святой. Собрание святых. Святой. Всеслава Тебе, Иисус. Бог всемогущий. Святой. Господь, Бог всемогущий. Слава Тебе, Иисус. Святой. В этом всемисти. Святой. Слава Тебе, Иисус. Хваля Тебе, Любимый. Слава Тебе, и слава Тебе, свят Господь. И созернатого Господа. Док Святой, благослови эту жертву. Пусть эта жертва, она откроет многие двери. Пусть эта жертва, она откроет многие сердца. Пусть она коснется многих. Пусть она кручей. Мы благословляем, мы благословляем Тебя за это движение, Док Святой, которое Ты начал в Москве и в России. И все это продолжается. И прошу Тебе, поможь каждого Пусть каждый узнает Тебя как Бога Целительный. Пусть каждый узнает Тебя как Бога Спасительный, Обеспечительный, Государственительный Отец. Ты благодарен Тебе, Бога Звучит во мне. Пойди все вместе. Только Бог пою в Тебе. И все сможет во всем, Господи. Господи. Моя святой, святой, во всемогущий, святой, во всемогущий, Вне Его, в каждом доме Мы благословляем каждого человека Мы благословляем тех, кто не смог сегодня прийти Дух Святой, коснись там, где они сейчас находятся Пусть они переживут Твой Слово Твоим Иисусом Давайте раздадим все славу Богу Аллаху Все, слава тебе Хорошо, присядьте на минутку, мы будем заканчивать Сейчас еще пару объявлений хотел сделать И мы будем продолжать Вернее Пойдем по домам Знаете, хочу такое еще сказать Пожалуйста, давайте будем то, что Мы говорим, то, что Мы слышим Будем применять это слово в своей жизни Не просто, чтобы мы на собрании Аллилуйя, Аминь, в России пробуждение Домой пришли, сериал включили Все пробуждение закончилось, хорошо? Давайте будем слушателями и исполнителями Аминь Последнее У нас будет Мы собираем молитвенную команду в церкви Это те люди, которые будут молиться за церковь, за служение Это те люди, которые будут держать церковь в руках Поэтому, если ты чувствуешь это призвание Я думаю, каждый человек – молитвенник Что такое молитва? Я хочу, чтобы мы поняли, что мы не можем без молитвы Вот когда ты это поймешь, что ты не можешь жить без молитвы Тогда твоя жизнь изменится Но пока ты бегаешь, от молитвы ничего не изменится Поэтому мы будем проводить эти молитвенные служения Наверное, за два часа до собрания воскресного Будем промаливать атмосферу Будем сами молиться, поклоняться Будет у нас еще, наверное, репетиция Сейчас мы думаем, как все это сделать Поэтому, если ты готов, напиши мне Я скажу тебе уже точно Это будет приходить в воскресенье в час дня Не в три часа, как общее служение А в час дня мы будем приходить пораньше Хорошо? Второе, на следующей неделе мы читаем Это 1 Петра, 2 глава Мы все вместе читаем Божье Слово И если ты хочешь, можешь присоединяться к нам Это очень важно, потому что я знаю точно Я даже могу тебе пророчествовать, что верующий должен читать Божье Слово У нас иногда не бывает времени Мы иногда не можем Поэтому присоединяйся к нам И 1 Петра, 2 глава запомни Хорошо? Все тогда с миром Божьим по домам Обнимите друг друга, благословите А, пост О, самый главный забыл У нас продолжается пост каждодневный Поэтому, Глент, встань, пожалуйста Кто не знает, кто знает, познакомьтесь Подойдите к ней, запишитесь В какой вы день можете поститься Хорошо? Когда про пост сказал, такие лица сразу встали Все, что Сергей говорил, было классно А ты такие Можно, конечно, надо понимать, что, во-первых, пост Что такое пост? Это жертва, это смирение Ты не делаешь для кого-то Ты смиряешь себя Свою греховную натуру Свою греховную плодь, которая любит грешить Когда ты постишься, ты смиряешься Ты говоришь, Бог, я пощусь И Бог приходит на это Аминь Если у тебя есть какие-то вещи От которых ты не можешь избавиться Какой-то грех запинающий Возьми пост Это самый лучший ответ Телефон вообще... Исчадие какой-то телефон Вы знаете, в соцсети В дальнейшем мы тоже планируем Мы будем уезжать Тоже вытеняться на 5-6 дней Поэтому будет сильно Держись вместе Будь с нами Мы будем отключать телефоны Вообще уезжать И будем просто искать его лицо Волиться, общаться Поклоняться Все это время Читать Божье Слово Это наш Новый Год Вот у нас такой Новый Год будет Не салат о любви А проклонение Почитание Святого Бога Хорошо, все, пожалуйста Друга, не митите Друга, пойдемте чай пить Аминь, аминь 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Привет всем с Москвы Молитесь о духовном пробуждении здесь и Москвы, и области, ну и всей России Во имя Иисуса Христа благоставляю всех вас Шалом